Машина называется «Зафира». Она имеет в себе две самодостаточных части. Это гидропилинг и это термолифтинг. Сегодня я буду обе части аппарата использовать, поскольку первая часть, она мне будет позволять отшелушивать уже ороговевшие керотиноциты. Благодаря этому все продукты, которые я буду внедрять позже, будут более глубоко проводиться. Эта же насадка дает возможность проводить дренажную опцию. Поэтому, когда есть вариант отечного рыхлого лица с гравитационным типом старения, и когда у таких пациентов при выполнении биоревитализации очень часто бывают петехиальные кровотечения, и небольшие гематонки при проведении дренажной функции перед выполнением процедуры биоревитализации, мы всегда минимизируем эти риски. Второй элемент – это термолифтинг, благодаря которому мы можем прогреть все дермальные структуры. И если мы говорим о биоревитализации, об уплотнении дермы, то мы в данном случае получим сочетанный эффект, который будет более интенсивнее. И в этом случае общее количество процедур и визитов к доктору, пациентам уменьшается. При этом хотелось бы отметить, что процедура термолифтинга, несмотря на то, что выглядит она, как многим известная процедура фотоомоложения, она не имеет противопоказаний к проведению в летнее время. Она не работает на поверхности, у вас нет рисков получить ожоги. При этом стимуляция дермы идет очень интенсивная. Но в это же время еще дополнительным элементом, тот, кто знает, что такое фотоомоложение, это всегда очень неприятное ощущение. Насадка оснащена охлаждением, и каждый импульс, который я буду делать, сначала будет сопровождаться неким контактным охлаждением эпидермиса, после этого интенсивным глубоким дермальным прогревом, который может достигать глубины до 5 мм. И впоследствии это снова будет момент охлаждения. Поэтому процедура максимально комфортная. После того, когда мы с вами проведем два этапа нашей процедуры, сегодня, я думаю, что мне понадобится около 15 минут для выполнения двух этапов, мы нанесем анестезирующий крем. И, как я уже говорила, время экспозиции сокращает, потому что у нас кожа уже подготовленная. И после этого мы будем использовать продукт Гидроделюкс для того, чтобы увлажнить кожу и подготовить ее, насытить строительным материалом для того, чтобы уплотнять нашу дерму. Итак, мы начинаем процедуру. Моя насадка, она очень гибкая, имеет три отверстия, крошечных отверстия, через которые будет подаваться в нашем случае это отбеливающая сыворотка, благодаря которой у нас будет и эксфолиация, и увлажнение, и отбеливание по запросу пациента. Очень интересно, потому что есть большое количество аналогичных по названию методик, но в это же время у меня на кончике иглы подается жидкость под давлением в две атмосферы. И если это две атмосферы, то это может быть в статическом выполнении очень травматично. Поскольку я работаю в динамике, у меня очень интенсивное давление, у меня мгновенно происходит эксфолиация. Для того, чтобы мне начать работу, мне нужно всего лишь нажать на педаль. И мы начинаем. Я работаю вначале пультирующими движениями. Мы запускаем кровоток. Вы видите, как реагирует динамически наша кожа на всю газо-жидкостную поток. Если я меняю угол, я меняю штуку. Угол 45 градусов. Это у меня эксфолиация. Угол 75 градусов. Это дренаж. Если я хочу что-то агрессивно ввести, я буду вводить это пультируем 90 градусов. Могу работать в зоне верхнего века. Это особенно касается пациентов с полной отечественной системы. Смело могу заходить в участок с волосами. Отдельный продукт, который есть у Зофира, это пилинг волосистой части головы. Это то, что вы можете сделать перед выполнением мезопроцедур по волосистой части головы. И это безболезненно абсолютно. Перехожу на вторую сторону. Вначале делаю дренаж. Вы видите, да, что давление очень интенсивное, поэтому даже защитная наша салфетка она пытается куда-то улететь. салфетка в случае Universe салфетка в случае Если есть где-то заломы, которые мы пытаемся прорабатывать и наполнять при помощи биоревитализанта, рекомендуется перед проведением инъекционной технологии достаточно хорошо проработать при помощи газо-жидкостного филинга. В этом случае мы проводим под углом 45 градусов, что позволяет нам восполнить наши заломы. И в этом случае у нас меньший объем препарата при инъецировании будет давать выраженный эффект. Отбеливающая сыворотка, по которой я работаю, она на водной основе. Она содержит активные компоненты, которые помогают работать нам с проблемой гиперпигментации. В это же время она не липкая, она не остается на коже. Перед проведением второго этапа процедуры, это термолифтинг, мне ее смывать не нужно. Перед проведением второго этапа процедуры, это термолифтинг. Гидропилинг я сейчас выполнять больше не буду. Сейчас перехожу на этап термолифтинга. Очень простой в использовании экран, который позволяет мне переключать одну технологию на другую, буквально касанием пальчиков. Я наношу сейчас обычный гель-проводник. И после этого начну свою вторую часть процедуры. Гель-проводник наносится слоем где-то в 1-2 мм. Опять же, более интенсивно я буду прорабатывать участки, которые нуждаются в волюмизации. Это средняя треть и нижняя треть. Если в определенных участках у нас находятся уже какие-то инъекционные импланты на основе гиалуроновой кислоты, если это не продукты Нувия, то мы говорим о том, что все-таки ускорение биодеградации будет происходить. Если мы говорим о продуктах Нувия, мы говорим о том, что этот препарат термоустойчивый. Поэтому даже уже через дней 10 после инъецирования импланта вы можете проводить данную процедуру. Если к вам пришел пациент, у которого изначально были инъецированы импланты Нувия, и это было где-то 3-4 месяца назад, в этом случае мы спокойно можем, вне зависимости от того, в каких структурах лица была проведена процедура, то ли препарат был введен супропериостально, то ли мы говорим о субдермальном уровне введения, мы говорим о том, что мы сочетаем, и это безопасно. Для того, чтобы перейти к работе на этапе термолифтинга, мне нужно обязательно выставить уровень энергии. И я выбираю его таким образом, чтобы пациенту было комфортно, тепло. В моем случае это уровень энергии 24. Максимальное, которое я могу использовать для работы в зоне лица, это 40 джоулей. Элемент, который подает импульсы, он охлаждается, охлаждается постоянно. Поэтому пациенту процедура проводится комфортно. Достаточно большая площадь насадки позволяет мне быстро обработать поверхность. Вначале после импульса идет охлаждение, потом идет прогрев. И так продолжаю, пока полностью не обрабатываю поверхность. Охлаждение. Прогрев. Опять. Охлаждение. Прогрев. Охлаждение. Итак, мы обрабатываем полностью участок, заданный для того, чтобы полностью доставить в ткани объемное тепло. Что нам дает в тканях объемное тепло? Оно позволяет нам ускорить процесс и интенсивность омоложения. Мы говорим о ревоскуляризации тканей с возрастом. Мы говорим о лифтинговом эффекте, который наступает в тканях, конечно же, не ранее, чем через полтора месяца. Это суммарно, потому что процессы неокалогенеза, к сожалению, не зависят от кратности и количества процедур, проводимых в данной зоне. Когда вы видите, что идет световой сигнал, это есть непосредственно элемент термолифтинга. Для тех, кто хоть раз проходил процедуру фотоомоложения, четко могут увидеть, что данному пациенту процедура очень комфортна. Почему? Потому что нет ярких коротких вспышек. Это не тот уровень интенсивности, который может быть при воздействии фотоомоложения. Мы говорим о глубоком термальном прогреве. Конечно же, мы прорабатываем подбородочную зону. И уже даже за одну процедуру, если у пациента есть сглаженность подбородочного угла, мы можем отметить то, что он становится более острым. Дополнительно мне хотелось бы у данной пациентки проработать зону носогубных складочек. Самое главное, чтобы ваша насадка полностью касалась поверхности кожи. Во время работы. И могу точно сказать, что процедура не требует большого расхода импульсов. В данный момент у меня выполняется только 13-й импульс. Я фактически обработала уже всю среднюю и нижнюю треть с одной стороны. Сейчас я перейду и выполню тот же момент движения на противоположной стороне. Насадка удобна в работе. То, что немаловажно для специалистов, которые много работают иглой или конюлей, это всегда статическое вынужденное положение, от которого потом и так болят и дрожат наши ручки. Насадка в таком случае, лично для меня, в любом аппарате, когда я для себя подбираю, на чем работать, она должна быть легкая. Я правду говорю? Да. Поэтому, если у вас будет интерес, потом можете подойти, просто попробовать в руке насадку «Зафира». То есть она легкая, но в то же время вы ее чувствуете для того, чтобы вы понимали, что вы плотно касаетесь ее кожи. И мы проводим такой же элемент процедуры на противоположной стороне. Я могу накладывать линию на линию, но не более чем на 10%. То есть часто специалисты спрашивают, вот я когда-то работала на таком-то лазере, нас там учили работать в два прохода. И обычно в таких случаях по привычке на остальных аппаратах тоже начинают работать в два прохода. Не нужно нам здесь два прохода, нам достаточно одного прохода, поскольку прогрев идет глубинный, он дермальный, и его достаточно для стимуляции. Напомню, что элемент охлаждения срабатывает в каждом импульсе до появления света, который вы сейчас наблюдаете, и после него еще идет охлаждение. То есть я всегда ориентируюсь на звуковой сигнал, который мне подает аппарат. Вы видите снова свет, и снова идет элемент охлаждения. И буквально у меня еще осталась подподбородочная зона, которую очень тоже хочется проработать. Данная методика не работает на поверхности, она не способна поглощать меланин, поэтому поверхностных ожогов, будь то летнее время, будь то зимнее, этой насадкой невозможно получить. То есть она безопасная в работе, настолько же, насколько она и комфортна в работе. И зона подбородка еще хотелось бы мне проработать. Верхнюю треть мы не трогаем, потому что... Достаточно мало времени прошло после проведения процедуры у пациентки ботулинотерапии, поэтому мы в данной зоне работать не будем сегодня. Остатки геля мы снимаем. Очищаем кожу, дезинфицируем ее, и пациент готов к проведению процедуры биоревитализации. Если есть желание, после биоревитализации можно довнедрить более поверхностно при помощи элемента гидропилинга дополнительно сыворотку. И в этом случае, например, если у вас есть успокаивающая сыворотка с пантенолом, вы можете, например, использовать ее, поскольку она даже у реактивных пациентов будет очень быстро снимать признаки травматизации. Я дезинфицирую кожу хлоргексидином. И если вы видите, то уже более четкая спловая дуга проявилась. То есть вот этот лифтинговый компонент, который проявляется непосредственно после термолифтинга, он уже заметен у нашей пациентки. И я снова передаю эфир моей коллеге Екатерине, которая дальше вас будет посвящать губинные процессы работы продуктов новия. Да, еще раз добрый день. Мы сейчас после максимального очищения, прогрева кожи, будем вводить пациентке препарат Юрия Гидроделюкс, который содержит в своем составе гиалуроновую кислоту, лизин, пролин и гидроксиапатит кальция для максимального лифтинга и улучшения кожных покровов нашей пациентки. Так, я сейчас беру препарат. У нас шприц, в котором содержится 2,5 мл. центра самого препарата, вот он, и можно проработать лицо, шею, декольте или максимально, например, лицо, шею по пожеланию наших пациентов. Процедура выполняется 1 раз в 3 недели, примерно 2-3 процедуры на курс. Если это возрастная пациентка, то процедура проводится 1 раз в полгода, вернее, проводится курсом 1 раз в полгода. Если пациентка молодая, можно провести 1 курс раз в год. Проводим процедуру по линиям лангера по самым проблемным зонам. Так, пациентка у нас просит лоб не проходить, поэтому мы начнем с нижней трети, поворачиваем. Вводим интродермально-папульно. Рекомендую вводить чуть глубже, чем обычно. У нас пациентка без анестезии, терпеливая. По линиям лангера, небольшими папулами, с расстояния 1 см между папулами. Ну, это примерно. Терпимо. У пациентки тонкая кожа, присутствует небольшая гиперпигментация, компоненты лизин-пролин осуществляют отбеливающий эффект. Гидроксиапатит кальция в составе 0,01 мл улучшает качество кожи, уплотняет кожу, что способствует лечению розаца, уменьшению сосудистой сетки. Так, дадим немножко передохнуть пациентке, потому что она такая нежная, терпит. Продолжаем, да? Продолжаем. Проходим щечную зону. Точно так же. Немножко есть, да, пигментация, я вижу, и в щечной зоне. Ну, плюс еще был прогрев, поэтому кожа немножко более чувствительная, чем обычно. Поверхностно, стандартно, я вожу, как при биоревитализации, другими биоревитализантами. Так, сейчас мы аккуратненько проводим дезинфекцию. И работаем с другой зоной. Опять же, по линиям лангера, папульно, интродермально, по контуру нижней челюсти, с расстоянием 1 см между папулы, вводим Ювиогидроделюкс, препарат, который содержит гидроксиапатит кальция, 18 мг на миллилитр гиалуроновой кислоты, аминокислоты, лизин и пролин для стимуляции неокалогенеза. Уникальный препарат. Я на сегодняшний день не видела на рынке биоревитализантов, репарантов с гидроксиапатитом кальция. С чем угодно, но только не с гидроксиапатитом кальция. Здесь частички гранулы гидроксиапатитокальция всего лишь размером 8-12 микрон. Когда в чистых препаратах гидроксиапатитокальция частички составляют 60-45 микрон, что может вызывать повреждающий эффект на фибробласты и вызывать патологический фиброз. Ньюви побеспокоилась об этом и уменьшила размер частичек для эффекта и предупреждения побочных эффектов. Так, мы будем проходить область шеи? Вокруг там. Так, мы сейчас еще пройдемся в переоральной зоне. Здесь надо будет немножечко потерпеть. Можно более крупными папулами. Вдохнули. Уменьшка. Вводим папулу. Вдохнули. Можете не бояться вводить гидроделюкс с гиалуроновой кислотой, с гидроксиапатитом кальцира в зоне вокруг там. Вдохнули. И еще идем в зону подбородка. Нужно экспериментация. Буквально два вкола. Можно вводить линейно-ретроградно. Я сейчас введу по носогубной складочке линейно-ретроградно. Я надеюсь, что видно. Вводим раз и выводим. И с другой стороны. Линейно-ретроградно. Отлично. Под глазками будем прорабатывать? Давай несколько взял. Мы сейчас будем вводить в область под глаза для работы с темными кругами. Очень аккуратно, поверхностно, кожа тонкая. Я поставлю буквально несколько папул, потому что нашей пациентке еще нужно работать продуктивно несколько дней, чтобы не вызвать отечности или синяков. Все. Все. Сейчас я обрабатываю эту зону. И у нас ждет вторая пациентка. У нас будет фулл-фейс проведена. Коррекция носогубной складки, губоподбородочных, губ. Спасибо.